добрый вечер я еще раз в начале этой передачи скажу несколько слов о той зимней сессии школы высших смыслов которая только что завершилась ну началось все с того что я сначала прочел курс лекции или как бы соорудил серию передач по интернету которая называлась суть времени и в которой заложил некую доктрину достаточно непростую как ни странно вопреки тому что доктрина не просто непростая а очень сложная потянулось много людей которые захотели включиться в движение суть времени и поначалу это движение представляло собой примерно то же самое что и все другие такие движения то есть оно было такой клубящимся облаком людей увлеченных некими темами темами не до конца понятными но очень для них увлекательными могло бы случиться так что на этом все и кончилось но во первых мы отнеслись к этому серьезно и сами люди оказались вот не вполне обычными сказать роящимися вот в таком состоянии увлеченности активистами а людьми более серьезно в результате всего этого движение суть времени сначала провела соцопросы потом летнюю школу а потом вышло на эти зимние бои политические 2011-12 года в котором в сущности и стала политической силы прошла еще школа все это в принципе было неким улучшенным вариантом всего того что обычно происходит люди разных возрастов вошли в движение суть времени но как бы в среднем это такая молодежь и меня это беспокоило честно говоря мне не казалось что вот эту усложненную действительно доктрину сути времени неизбежно усложненное потому что приходилось говорить о самых разных вещах осваивает по-настоящему то есть конечно и осваивает они увлеченно разговаривают и все прочее и после событий о которых я сказал уже даже трансформирует эту увлеченность какие-то деяния политическую войну в какие-то крупные политические акции результатом которых стало реально поворот в сторону от юмидальной политики в россии все это хорошо все это здорово но что-то меня беспокоило и мы решили создать не просто газету суть времени они какую-то особую газету потому что на протяжении многих лет я и мои ближайшие соратники из экспериментального творческого центра разрабатывали концепцию вот этой мягкой войны согласно которой война идет концептуальная там это физическая война идеи информационно-психологическая война экономическая и так далее что это именно войны не конкуренции нет как бы существование к разных больших человеческих общностей в разной системе координат а вот именно такие конфликты причем нацеленная на окончательное решение вопроса россии как таком выбивающимся из мирового ряда сообществе народе государстве мы делали эту газету и вы начали достаточно увлеченно читать но мне все время казалось тоже что в этом есть привкус некого обычного политического легкомыслия которые другие руководители других движений сочли бы прямо там замечательной старательностью и глубокой сосредоточенностью а мне чего-то там не хватало и тогда примерно год назад было принято предпринято героическое усилие кстати заранее предполагавшиеся и мы переработали уже годовой материал выпускавшегося в газетах в учебнике должен сказать что это была одна из самых напряженных программ которая осуществляла когда-либо это цен я как руководитель это цен не помню такого напряжения такого трудового усилия замечательно работали люди которые помогали всему этому придать вид настоящих учебников информационно снабдив это соответствующими правочными материалами придав этому соответствующий полиграфический вид и мы раздали учебники повторяю примерно год назад когда уже запахло реально всем тем что сейчас происходит на украине потом собрали чрезвычайный съезд а потом случилось то что случилось вот это а летняя школа июля этого года на который уже пришлось давать форсированный отпор всяким там институциям по поводу того зачем я приехал на донбасс и что именно там сделал на этой школе который все обещали провал рассыпание организации организации впервые собралась по-настоящему мне опять чего-то не хватало потому что консолидация вот внутренние ощущения как сказать сплоченности конечно возникла после донбасса впервые в том качестве которого мне всегда хотелось и как бы нужно было быть клиническими идиотами для того чтобы заявить о том что тут то суть времени рассыпется вот тут она и собралась что естественно и что понимают все кто когда-либо занимался построением чего-нибудь кроме своей речи вот так сказать в блогах все чего-то все время не хватало вот не до конца это все было дожата хотя участники летней школы говорили что они вернулись со школы совершенно другом качестве и я напряженно ждал зимней школы которая уже являлась не школой актива сути времени а вот школой людей которые до конца определились и которые хотят войти в кафедры школа высших смыслов проходят там процесс интенсивнейшего обучения обученческого ретрита до нас обучение с погружением интегрального обучения с погружением и так далее тому подобное очень ждал этой зимней школы ее результаты превзошли все мои ожидания она от него как бы массу сил так много как никогда была трудна во всех смыслах этого слова и наиболее результативно она действительно выводит движение в новое качество и я думаю что скоро станет понятно многим естественно что на время школы и перед школой я уехал в александровская где она проходила и я и сейчас нахожусь там это не значит я перестал следить за событиями и в этой передаче я должен в очередной раз обсудить как развиваются события что они собой представляют начну с того что до сих пор слишком многим представляется мелочью то есть донбасса я заметил сейчас что очень многие блогеры которые сказать продемонстрировали свои нутро ведя следующую войну со мной и с движением суть времени летом и которые получили достойный отпор теперь это по не только отползают но в косвенных формах тех или иных начинают каяться там как говорилось на одном из съездов где сталин брал власть вот вертится начинают вертеться и все прочее есть вещи которые просто надо запомнить вот вы слушайте и запоминайте если не хотите попадать просто ввода войск на территории украины российских войск на территории украины не будет если не будет чего-то чрезвычайно со стороны запада мы никогда не допустим чтобы ракетные комплексы нато стояли на границе как бы на восточной границе украины для вообще украине мы найдем чем на это ответить и отвечать на это будем чем угодно потому что постановка таких ракетных комплексов так близко от нашей столицы означает что нам надо капитулируют а мы капитулируют не собирать никто но с этой оговоркой а это именно оговорка потому что мало желающих так вот водить войска на там так вот расставлять ракетные комплексы в том числе и потому что на украине сейчас идет настоящая гражданская война спровоцированная бандеровцами осуществившими незаконный вооруженный переворот установившими стране диктатуру разорвавшими и это самое главное общественный договор на основе которого было построено украинское государство есть не только конституция конституция не главный документ главный документ это внятный или полувнятный общественный договор тех главных субъектов которые составляют государство это восток центр малороссия и запад про крым забудьте бандеровцы своими действиями которые никто в мире никогда не может всерьез называть чем бы то ни было кроме как преступным переворотом боем разорвали этот общественный договор крым сразу отошел результате разорванного договора все остальное начало так или иначе более или менее внятно переопределяться сделали это бандеровцы и они запустили механизм гражданской войны мы в эту войну своим прямым лобовым военным вторжением вмешиваться не хотим понятно мы это сделаем при вопиющем нарушении всех возможных условий и при обнажении фатальных угроз нашей национальной безопасности при вопиющих проявлениях античеловечности и при обнажении фатальных именно фатальных угроз нашей национальной безопасности это единственный случай когда мы это сделаем и в этом случае мы будем абсолютно не в восторге от того что мы сделали почему потому что именно это вторжение наше прямое лобовое и так далее является нашим же стратегическим проигрышем сильно напоминающим тот проигрыш которого а то советского союза хотели добиться когда в польше начала колготиться солидарность и нас от введения советских войск в польшу спас великий польский патриот юрзельский вот мы не хотим исполнять эти номера под диктовку провокатор потому что издержек масса а приобретение никаких это первая причина вот сейчас опять там соединенные штаты там проголосовали совете безопасности и вроде как израиль получил еще паузу перед тем как перейти в стадию агонии но все понимают что это пауза почему потому что как только в какие-то территории оккупированы очевидным образом это может продолжаться 10 20 30 40 лет но это не победа это не стратегическая победа на такие меры можно идти только тогда когда издержки не ввода войск вносит именно фатальный характер для государства фатальной не введем все государство кончено тогда можно вводить и при этом говорить тьфу что же это приходится делать как это неправильно зачем это это как бы лишает нас массы возможностей но что поделать приходится если же таких фатальных вещей нет это делать нельзя никогда это ловушка капкан что же нужно делать нужно поддержать национально освободительную борьбу народа донбасса и в целом того у народа украины который не согласен с бандеровским переворотом и всем что за этим переворотом последовало а все выборы которые осуществляются при отсутствии общественного договора разрушенного и под дулами бандеровских автоматов являются нелегитимными порошенко нелегитимный президент украины это я сообщаю мое личное мнение и так далее да рада нелегитимно потому что разрушен общественный договор вы почитайте классиков и заново его можно сформировать этот общественный договор только вступив переговоры по федерализации украины о том чтобы так это украина стала совсем совсем другой потому что теперь доверия нет крым необратимо отошел туда куда хотел к россии потому что всем было понятно что он выпиюще русский экстремально русский что же касается юго-востока украины и так далее то он может тоже до конца отойти сказав что никакой общественный договор подписывать не будет это воля народа юго-востока он может войти в такой общественный договор который навсегда даст ему гарантия от любых бандеровских бесчинств то есть создание своей финансовой системы своей экономической системы своей правоохранительной системы свои военные системы и своего права но в любой момент на выход из создаваемого заново государства он может этого захотеть и мы не можем предвещать какова будет воля народа юго-востока украины не можем скорее всего он этого не захочет даже пролито огромное количество крови произошли необратимые процессы но мы не можем мы здесь москве определять как это будет это вообще не предопределено это воля народа одного из субъектов общественного договора я думаю что западная украина с удовольствием подпишет такой же договор и возникнет некая украинская швейцария того или иного типа возможно это возможно как только мы поймем что там где наши братья хотят быть с нами они защищены отныне навсегда и как только мы поймем что в этом своей конфигурации украина никогда не будет порождать для нас фатальных угроз нашей национальной безопасности мы не согласимся если на это согласиться украинский народ могут быть другие сценарии национального освободительная борьба начатая на донбассе может через два года разгореться кто когда думал как именно разгорится борьба в китае том регионе который так сказать контролируем ау дзюду или в северном вьетнаме куда мы кстати тоже не вводили войска в отличие от американцев она разгорелась будем ли мы помогать братьям в этой национально освободительной войне будем российское государство будет это делать корректно выполняя международные обязательства то есть ведя соответствующий политический дипломатический прочий диалог и являясь так сказать силой который стоит за спиной братьев и не дает расправиться с ними там например прямым вводом натовских войск там началом каких-то натовских бесчинств и тогда российское государство будет делать очень много а а народ россии будет делать еще больше помогает всеми способами которыми он может помочь точно так же как сейчас противоположные стороне поначали помогать народы польши и других стран это и есть испания 21 века о чем я говорил задолго до начала этих событий есть очень много мест где в итоге оформляется специальный тип государственности это я говорю уже Карабах Абхазия Южная Осетия Кипр Приднестровье идеальный вариант этого оформления Приднестровья где все было быстро четко цивилизованно как-то очень внятно и умно к сожалению пока что на Донбассе все происходит не так но мы всячески будем помогать нашим братьям чтобы это было так на Донбассе должна оформиться эта зона сопротивление бандеровским бесчинствам она должна приобрести всех все черты такого характера как приобрела Приднестровская зона или Карабах и так далее важнейшим слагаемом этого оформления является создание настоящей регулярной народно-освободительной армии Украины донбасской народно-освободительной армии Украины по примерным расчетам эта армия может составлять 70 80 тысяч человек и в целом гражданское общество России и его наиболее экономически эффективные группы найдут способы помимо российского государства сделать так чтобы это народно-освободительная армия Украины братская по отношению к нам и нами всячески поддерживаемая получила все необходимое и стала дееспособной но мы не можем это сделать без колоссального импульса держава строительства идущего изнутри Донбасса там действительно должны найтись люди которые забудут обо всем поймут что не боги горшки обжигают перестанут заниматься всем что Фридрих Ницше называл человеческое слишком человеческое перестанут отдавать дань всем криминальным рефлексам которыми начинена наша постсоветская территория российская украинская киргизская любая и отдадут себя делу этого государства строительства дело превращение вот данного партизанского района в эффективную территорию национального освобождения что дальше будет с этой территории предсказать невозможно она может оформиться как отдельная территория как Карабах который между прочим не вошел в Армению при колоссальном накале страстей освободительных как Приднестровье которое между прочим не вошло в Россию и так далее а может быть и другой оптимальный сценарий этот оптимальный сценарий состоит в том что раскачаются поняв что к чему оставшиеся территории Украины что они воспылают желанием скинуть преступное бандеровское иго и что волна национально освободительного движения из Донбасса пойдет дальше может быть в этом году может быть следующим мы будем предельно терпеливый этот вариант сулит огромные приобретение как украинскому народу в той его части который по отношению к нам является братской так и России все остальные сценарии огромных приобретений не несут оккупация она всегда оккупация мои дорогие она всегда обратима она всегда фундаментально незаконно и ничего вы тут не сделаете а народно освободительная борьба абсолютно легитимна везде это народно освободительная борьба в идеале может завершиться в киеве я преступная хунта должна быть так сказать подвергнута спокойному правовому наказанию за совершенные преступления где должно абсолютно демократически начать строить украинское государство и я могу выразить все надежды в что в этом случае это государство будет настолько братским по отношению к россии что мы даже себе представить этого не можем как далеко пойдет это братство как далеко пойдет наше воссоединение и вот это будет безумно трудно достижимым триумфом русской стратегии русской дипломатии а главное триумфом украинского освободительного духа ибо тут мы едины и главным является это украинская народно освободительная воля нельзя предписать и нельзя продиктовать это воля плюс железный порядок на территории которая сейчас является донбассом железный цивилизованный спокойный правильный порядок никакого хаоса никакой криминальности никаких взаимных разборок никакого превращения этого в черную зону светлая зона новая по-новому построена она может стать точкой опоры который перевернет весь мир к сожалению на пути строительства мира на донбассе препятствий гораздо больше чем на пути так сказать героической войны ополченцев с бандеровской нечистью сейчас когда это говорю еще одна часть аэропорта терпеливо спокойно отвоеванная у этой нечисти ополченцами из бригады восток в том числе и теми подразделениями которые воюют под флагом сути времени я горжусь этим поздравляю с этим ребят которые там воюют и обращающие внимание на то что пока все болтают суть времени действует пока все ноют паникуют суть времени спокойно терпеливо работает колоссальное количество болтунов и бездельников крутится вокруг что-то комментирует несет какую-нибудь ахинею работать надо работать спокойно не выпячивая себя собрано дисциплинированно идейно сочетая все то в чем мы говорили как раз сейчас на школе высших смыслов там диалогическую войну войну как таковую войну концептуальную войну пропагандистскую информационно-психологическую и тогда гуманитарные акции большие гуманитарные акции сути времени стали нормой мы не ахаем и не охаем по поводу того боже мой еще там какие-нибудь 4 там автобуса чего-нибудь куда-нибудь направили трейлеры идут и идут идут и идут люди воюют и воюют воюют и воюют информационные человеки освещают освещают это все освещают освещают а те люди которые решили выводить суть времени в новое качество собрались здесь на зимней сессии и колоссально продвинули вперед дело нашего сплочения и завоевания нами новых рубежей во имя того что мы считаем своим долгом а своим долгом и своей целью мы считаем как это не будет парадоксально одновременно спасение государства и его преобразование мы не охранители и не низвергатели мы сила которая хочет спасать наличествующие преобразуя его и убеждена то только преобразованием наличествующего и можно спасать наличествующих же спасено быть не может потому что наличествующие есть российская федерация которая хотела любым способом войти в западную цивилизацию это продолжается десятилетиями это продолжалось уже на поздней фазе это сказать существование советского союза это продолжалось там между прочим существовало и в определенные периоды советской истории когда надеялись надеялись что пролетариат сейчас там восстание других странах и будет там единая коммунистическая европа и тогда не придется таким лихорадочным трудом создавать советскую индустрию а может быть воспользоваться там братской помощью английского там немецкого французского и других народов которые это сказать пролетариев которые возьмут под контроль свои европейские государства и и помогут нам воссоединиться таким вот образом потом этом в другом формате было сказано что если нельзя сказать такую победу пролетариатов обеспечить такое воссоединить то тогда нужно наоборот здесь все пролетарское выкинуть создать здесь буржуазии и там входить на другой манер все равно нужно вот это единая европа там единая европа в деголе от атлантики до уралу кого-то там до воде востока него говорили людям говорили десятилетиями что это невозможно что во первых для нас это не является определить как бы нашей ценностью мы не считаем что это нужно мы не ломимся в эту европу а с другой стороны это просто невозможно говорили говорили говорю а нет вы ничего не понимаете у нас такие идут переговоры другие переговоры потом начали звучать какие-то такие разочарованные слова о том что европа не суверенна ну как бы мы развели руками а разве кто-нибудь когда-нибудь мог себе представить что она суверен нет все равно тайные переговоры или ты бог знает что а потом произошло то что произошло машина под название российской федерации который шла вот этим курсом европу и вся была построена для того чтобы идти именно этим курсом по этой дороге на это сочленение вдруг взяла и сделала так и поехала вот сюда и никто до сих пор никто и западники не анти западники не действующая власть не актуальные элиты не контрэлита никто не понял что именно произошло последние полгода судьба изменилась понимаете все изменилось вот это два раза думали за эти полугодия что все это вообще сорвется в каком ядерной опеке вот что мы имеем вот что такое нынешняя картина и никто не понимает а куда же это поехали куда и теперь поехавшая так сказать машина вот так вот вертится вот что главное это потому что никому не понятно что здесь должно быть что здесь может быть куда надо двигаться и вот это не внятится и есть самое опасное из всего что есть она смертельно опасно потому что машина это остается она вот я плохо рисую вот она вот здесь была вот такой машина я наехал она здесь то осталось такой же мне такой же кузов такие же там колеса такая же кабина все в них то же самое только все это на диаметрально противоположном направлении не имея для этого сейчас недостаточно и сиросовского обоснования ничего и вот уже разные либералы не буду называть их фамилии в разных своих блогах статьях во всем прочим оруда это вот было сцр он мог себя идеологически вести он мог то или иное делать а это же россия она безидейная она такая даже ничего не сможет из того что мог советский союз советский это был велик он шел в другом направлении а что же здесь может быть кто это говорят либералы все отвечаю совсем не трудно снова стать идейной стороной и в общем то понятно какой идейности может идти речь если дальше надо идти вот этим курсом вот куда здесь идти то но пока что это все вращается вот так и это опасно кто-то просто надеется что это все повернет при столько госпожа меркель сказала что мы снимем санкции только после того кого дадите крым стало понятно куда она там и не санкциях дело и не в экономической ситуации дело и даже не в каких-то там константах устройства страны дело дело в том что вот тут вот стоит гигантский вопросительный знак и он не может стоять долго сюда это не повернет вот мы сейчас увидим что как 15 опять постараются повернуть это все с помощью разрушения действующей системы действующей власти и не конечно не повернут обама уже признался сам признался кого своем интервью национальному общественному радио что вашингтон разрабатывал осуществлял сценарий по снижению цен на нефть и это урок тоже всем нашим мудрецам которые говорят у нас такие связи с саудовской аравии да с этими сайт у вас связи все хорошо и все шепчутся как плохи американцы как хороши вы пока американцы не надавят по настоящему а когда надавят все ложатся стабилизировали курс стабилизировали все эти клики о том что разорятся все наши корпорации оказались пустыми оказались пустыми мы заплатим мы по максимуму 100 миллиардов долларов чтобы они не разорились мы сохраним параметры жизни не в этом дело куда идем один вопрос до россия без идейной не может выиграть эту войну так какая идея и это же идея должна поддержаться большинством а большинство поддерживать только с него советскую идея в ее различных модификациях модификации пока находится в широком спектре а в целом вектор уже задан хотите большинство все она таково любой опрос покажет хоть в какой-нибудь там не знаю в каком-нибудь ресурсе совершенно далекому от коммунизма и всего прочего на оборот близком к либерализму проведите опрос все равно будет все то же самое есть конечно не наеха москва президент венесуэлы сказал что вся эта снижение на стенах цен это явно так сказать работа против россии это нефтяная война с россией прошенка сказал что вооруженные силы украины восстановлены тем самым объяснил что они были разгромлены правильно они установлены на год зачем же было пауза если они были разгром объясню через несколько лет сейчас скажу что задача заключалась в том чтобы за это время закрепиться на этом очаге потом который взят удержаться на этом плацдарме самое безумное было начать развивать этот плацдарм не имея суммы условий которые для этого необходимы главным из которых конечно является воля украинского народа вы входите на территорию где все против вас как в этом укрепитесь 21 веке куда идти чем идти нету простых решений вся сумма претензий к сути времени заключается в том что мы это понимаем твердо что нет простых решений потому осуществляем сложные а все стали дайте простое дайте простое дайте простое суки суки почему не даете а ну нету его простое любое решение сразу же оборачивается гибелью россии объясняю вот то государство которое было при повороте нельзя без реформ глубоких я имею ввиду здесь не реформы которые привыкли так сказать как бы с разрушением а то же действует а без трансформации настоящих его нельзя удержать поэтому мы говорим государство надо спасти потому что есть мы его не спасем никакой паузы не будет весь совокупный западный мир обрушится на нас и мы будем оккупированы за месяц быстрее чем за месяц никто на обломках ничего не построит сохранить тоже нельзя как говорят охранители потому что уйду идет другом направлении даже машина не может ехать в обратном направлении это ведь не автопробег это исторические траектории система нужна другая вся нельзя разрушать и нужно трансформировать в этом главное главный посыл сути в главу этим суть времени отличается от всех других и в этом единственное спасение другого спасения нет повторяю сохранить то что было невозможно а разрушать до основания с тем чтобы там что-то строить не стал бы сейчас не ленин не стали никто все бы понимали что международная ситуация такая что даже шанса одного миллионного нет на то чтобы через обрушение что-нибудь построить рухнет и кранты и так я объяснил саму стратегию я объяснил в чем цель на украине это очень трудно достижимая цель мы можем провалиться мы можем не построить мир плохие какие-то потенциалы вот этого строительства хуже чем приднестровье где угодно надо выложиться надо проявлять требовательности терпения надо сжать зубы строить 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 воевать и строить строить и воевать и не капризничать не болтать не нести ахинею значит такой собранность есть такая притча что испытание надо было пройти идти по узкой стене и все время нести чашку с водой наполненной так чтобы не расплескать ну один расплескал другой тоже расплескалась 3 дошел мы слушая когда у тебя под духом стреляли из ружья ты что делаю я смотрел на воду я все время смотрел на воду может кто-нибудь еще понимает какой-нибудь язык притчи и так порошенко заявляет что он восстановился но не он один восстановился он хочет развлечься еще раз грустно будет а процессы развиваются уже сора сказал что без 50 миллиардов долларов украины вообще нельзя удержать есть комплекс показателей понимаете нужно видеть как идут 10 12 15 кривых одновременно нельзя по одной что-то вычислить я сказал достаточно мне кажется что имеющему что слышно а все остальные просто не слышно греция греции возможно сириза это такое лево радикальное движение такая помесь там троцкизма со сталинизмом всего что только может быть может прийти к власти если она придет к власти так сказать то одни немецкие деятели считают что путь бы на греции вышла из еврозоны тогда европа начинает разваливаться другие к счет нет нет мы не сделаем этого мы это не допустим видите как много всего происходит в нашей жизни кстати об украине есть самые разные люди такой левус например который был депутатом теперь зам главы сбу на экс-министр обороны гриценко депутат верховная рада ярош знакомый нам всем да и другие вот так сказать там люди которые таскать из мвд украины и так далее все они говорят о том что украина готовится развернуть таракты на нашей территории на территории россии что этими тарактами будут заниматься диверсионными актами будут заниматься как профессионалы диверсанты и террористы так и правы активисты которые превратятся в профессионалов я разве выдумываю когда говорят о как бы пунктах определенно где откуда идет будет идти заброска в россию когда говорится о подразделениях типа тень которые будут этим заниматься я ведь ничего не выдумываю подумали бы об этом те кто хотят 15 выходить сказать со всякими там возгласами о том что разрушаем до основания потом строим замечательное либеральное прозападное царство ничего потом уже не раз построить ничего и вы не субъекты манеронетки в чужой игре теперь об этой игре я уже дал небольшое интервью сразу после событий вот в связи с этим шарле бдо терактами всем чем угодно ну там были найдены два брата шериф и саид куаши которые якобы это все устроили как всегда в таких случаях там машине которые не бросились нашлось аж какое-то удостоверение саида сразу же забрежево чем-то не тем потому что комиссар расследовавший нападение на то шарле бдо застрелился в своем кабинете из табельного оружия чего бы это но это все конспирология которую можно и вправо вертеть влево в любом случае тут годами придется разбираться люди которые это делали высокие профессионалы они же застрелили комиссара который понял давайте подумаем не об этом о том что это бы представляет в целом вы смотрите ну вот атаковали всемирный торговый центр да и там были обычные люди или там взрывали там московском метро взрывы да или там больницы да гораздо больше жертв было да и это были люди с которыми было очень легко солидаризироваться потому что это были обычные ни в чем не повинные граждане понимать солидаризация с ними не порождала никаких издержек теперь есть это шарли бдо разумеется террористические акты против такого дела омерзительные как любые террористические акции но представьте себе я вам просто говорю что вы вот люди которые очень не любят лбгт сообщества но есть такие люди то вот у них такая вот принципе человеческая ценностная диаграмма да ну ведь как можно любить и не любить никто же не говорит что их надо там бить там или корроризирует есть люди которых не любят и какой-нибудь террорист например там выдающий себя за исламиста или любой другой взялось зверски расправился с несколькими таскать очаровательными представителями лбгт сообщества вы в результате этого сами станете у бгт все женщины возмущенные зверской расправой террориста или террористов немедленно превратятся в лесбиянок а все мужчины в геев или в защитников геев и защитников любят лесбиянок или в любителей геев и лесбиянок это же безумие понимаете осудить террористов которые расправились над гражданами с определенной ценностной диаграммой это одно а солидаризироваться с этой диаграммой потому что террористы плохо повели себя с теми у кого наличествует такая диаграмма это бред которого еще не было никогда никогда не было таких парадоксальных солидарностей теперь мы все шарли или теперь мы все геи теперь мы все лесбиянки потому что кого-то обидели это полный бред и и второе сама эта диаграмма это что такое все это весьма специфическая структура и солидаризируясь с ней вы идете гораздо дальше чем случае если вы солидаризируете с геями или зверски расправились кем-то совсем не хорошими людьми значит с ними надо солидаризировать это люди с которыми нельзя солидаризироваться можно осудить их убийство и расправиться с террористами но нельзя с ними солидаризироваться понимаете потому что это смертельно опасно солидаризировавшись с ними они так сказать задевают священные идеалы колоссального количества людей для которых эти идеалы крайне накалены можно сказать что это самая груз мощная из накаленных групп во всем человечестве которые по-настоящему страстно соединена со своим религиозным идеалом и это ислам другие группы также мощные но не факт что они так накалены как сейчас накален ислам весь ислам радикальный или нерадикальный не важно значит как только вы солидаризировали с этими нехорошими людьми потому что другие нехорошие люди еще непонятно кто оставившие свои удостоверения в машине чтобы их легче было поймать и уже убитые так что они ничего не скажут совершили нечто недопустимое с ними вы же не просто взяли и солидаризировались вы должны дальше действовать вы действовать должны правильно и вот уже господин михаил ходорковский которую я никуда не считал великим политическим мудрецом на которой все-таки думал находится в каких-то рамках он предложил всем печатать эти карикатуры вы же солидаризировались они печатали карикатуры теперь виде солидаризации вы тоже все должны вот вы 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 все напечатать карикатуры вы напечатали карикатуры все вместе а поскольку еще большой нокауту вы их усилили что должен делать ислам предположим что весь умеренный ислам это наши братья в россии да весь традиционный ислам который вопиющим образом отличается от исламизма при том что исламизм явно сконструирован западом для определенных вещей в том числе и для войны со своим натуральным органичным традиционным исламом который мы бесконечно уважаем предположим что этот весь органичный традиционный ислам понимая что исламисты его же и уничтожают они это делают везде в дагестане в татарстане везде предположим что этот органичный традиционный ислам даже хочет сказать что не надо по этому поводу что-то там европейцы с ума сошли это безумие продлится недолго не надо против них выступать но у них же есть ума сообщества сообщества не позволит осуществлять эти карикатуры она все на колено значит если умеренная часть не осудит это это перейдет как бы осуждение осуществят радикалы которые с огромным удовольствием это сделать для того чтобы еще и вырезать умеренный ислам как суфийский так и обычный традиционалистки значит ответ будет еще более мощным на него должен последовать новый ответ нельзя бесконечно карикатуры создавать значит нужны чистки депортации новая европа и что происходит что вот это шарли бдо это супер либералы супер кстати уцелевшие говорят все те скоты которые выходят нас поддерживать это просто нечто неописуемое а к ним подгребают нелибералы тире исламофобы когда дело дойдет до чистых кто будет чистить специфический субтильные это сказать прямые поклонники однозначный шарли бдо или вот те кто к ним присоединились но ведь другие присоединились к исламу и сказали нет мы с этими вот шарли бдо не пойдем да значит радикальная часть как бы как бы националистов как бы она присоединилась к исламу а другая часть тех же националистов присоединилась к либералу теперь удары по исламу осуществляет вот эта часть а это не будет ничего отставить рано или поздно здесь произойдет глубочайшая конвергенция при которых это все вылетит и не она одно это рыводетствующая буря так называемая после которых форматируется то нечто совсем другое и вы вдумайтесь никогда какие бы ни были таракта что такое этот таракт перед другими никто этих мизингов не проводил никто и одно дело солидаризироваться повторяю с жертвами в метро или жертвами бесслана или жертвами до этого как бы всемирном торговом центре абсолютно нейтральными людьми а другое дело солидаризировался шарли бдо там даже с нейтральными людьми если бы не солидаризировались даже с нейтральными людьми не было вот этой солидарности выявлены митинговой все это запретили потому что знали что будет ответ что же теперь случилось с миром кому с такой яростностью нужно это переформатирование я даже не могу сказать что это переформатирование существующий сейчас россии так уж не выгодно это опять конфликт цивилизаций конфликт цивилизации это рост цен на нефть и все остальное и если мы удержим мир с нашими братьями здесь исламскими живущими на данной территории то пусть они там снова устраивают свой конфликт цивилизации но рано или поздно уже докатится и до нас тут тоже нельзя питать иллюзий но вдумайтесь какой масштабный процесс скольба при этом искренне не выразить сочувствие семьям погибших любым людям которые являются жертвами террористов нужно понять что процесс никакой а реакция тысячи раз больше чем когда бы то ни было абсолютно качественно новая значит речь идет о переустройстве мира об этом они о том как бы как жалко убитых корреспондент с их повторяю супер сомнительной позиции и вот тут все это вместе не может не ставить на повестку дня вновь и вновь вопрос о том что запад хочет стать совсем другим и одновременно он приговорил россию россии придется столкнуться с фашистским западом она в него не войдет она приговорена и это слово приговорена имеет очень много смыслов она влечет за собой очень много потому что если мы понимаем какой враг на нас подымается и что этот враг с собой несет мы соберемся возьмем голову руки перестанем слушать болтливо тупых и бессмысленных блогеров сами эти блогеры на дне своего испорченного нутра найдут что-нибудь человеческое а я заключение прочту лишь выступление моего давнего оппонента господина Сванинза на их и москву 11 января послушайте это и оцените что происходит каким ускорением процессов скверных пахнет итак николай Сванинза выбор несколько десятков государственных лидеров в том числе исламских участвуют в парижском марше объединенный запад а это не география а мировоззрение образ жизни разбуженный крымом и донбассом вы меня слышите сейчас окончательно протер глаза и проснулся так как понял на сей раз ему брошен исторический цивилизационный вызов мир определяется так говорит Сванинза или я шарли то есть за защищенную свободу или убивать конечно плохо но что означает фактическое оправдание террора и репрессий мир определяется так как хочет господин Сванинза или я шарли или убивать конечно плохо но это означает фактическое оправдание террора и репрессий значит если мы говорим что убийство этих журналистов возмутительно но это вовсе не значит что мы должны идентифицироваться с шарли если мы говорим что убийство ЛБГТ отвратительно но мы поэтому не меняем свою обычную ориентацию на другую то мы что делаем мы капитулируем перед террором и репрессиями мои хорошие мир становится в значительной степени биполярным надо же и один из полюсов это шарли и россии приходится сделать выбор или или это уникальный шанс вернуться в европейскую семью понятно да вот я показывал здесь ради бога используйте скажите все давайте все превратимся в ЛБГТ только бы вернуться сюда только бы опять вот сюда вот ведь с террористами нельзя но против террористов значит вместе с западом а это противоречит всей стратегии российской власти и настрой российского общества который этой властью и организован как сдержанность официальной реакции на теракт так и тот факт что в Париже нас представляет не Путин Лавров свидетельствует о том что Москва свой выбор не сделала и сделать пока не готова а надо что-то комментировать ведь все сказано и в этом сказанном заложено зловещее содержание противостоять которому можно только напрягая одновременно страсть мысль и волю не напряжем все это сейчас окажемся не в шарли а в аду напряжем будущее за Россией которая не шарли и не с террористами а с восходящим человечеством которое она ведет за собой и в этом единственный выход из вот этого оключения сейчас или никогда неопределенность длить нельзя а прервав ее и сказав повторяю что мы не с террористами которые нам омерзительны и не с шарлизмом от которого нас тошнит а с восходящим человечеством мы обретем и идею и стойкость и победительность до встречи в СССР до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...